Дареные остановки в ГОСТ и не смотрят. Павильон на Кокомском шоссе появился совсем недавно. Большой и удобный для пассажиров, для пешеходов он стал настоящей головной болью. За остановкой парковка крупного текстильного торгового центра. Перед ней буквально в 30 сантиметрах проезжая часть. Точнее остановочный карман, но сути дела это не меняет. Пешеходы, чей путь пролегает мимо павильона, вынуждены идти по самому краю. А если людей на остановке много, то выходить на дорогу. У мамочек с колясками и юных велосипедистов и вовсе нет выбора. Только по проезжей части. Мое мнение неправильно они сделали. Потому что не учли, мне кажется, мнение пешеходов. Надо переделать. Остановочный павильон достался городу в подарок. Установлен он на средства текстильного центра. По комфортабельности и внешнему виду претензий к остановке нет. Но вот общим техническим требованиям он, очевидно, не соответствует. Убедились в этом уже и госавтоинспекторы. Сотрудниками Центра дорожного технического надзора и пропаганды ГИБДД Управления МВД России по Ивановской области 9 августа 2018 года осуществлялся выезд к месту расположения остановочного пункта. На месте была проведена проверка, в ходе которой выявлен ряд недостатков. Одним из которых является как раз-таки несоответствие государственным стандартам расстояние между остановочным пунктом и проезжей частью. По данному факту в адрес управления благоустройства администрации города Иваново будет выдано представление о приведении в соответствие остановочного пункта. Представление направят в адрес городской администрации. Неважно, когда на баланс города передадут павильон, доводить до ума остановку придется. По закону отреагировать на представление ГИБДД ответственные лица должны в течение месяца. Но лучше раньше, пока не произошло непоправимое.